Поскольку мы приближаемся к очередной годовщине полномасштабного российского вторжения, к 24 февраля, с какими настроениями, собственно, мы входим в третий год войны? Ну, с вами, наверное, интереснее даже акцентировать, с какими настроениями украинцы входят. Как раз на этой неделе был опубликован опрос Киевского международного института социологии. Там говорится о том, что 73% готовы терпеть войну сколько потребуется, 89, по-моему, процентов верят в победу Украины, но при этом 70% согласны, что пора договариваться с Россией. 70% пора договариваться с Россией. Это очень интересная цифра. Видимо, Россия мало еще проявила свои истинные обличия, для того, чтобы можно было на полном серьезе предполагать, что с Россией можно о чем-то договариваться. Но с Россией можно договариваться только об выполнении ее ультимативных требований. То есть пока Россия не проиграет, естественно, никаких возможностей зафиксировать какие-то отношения не существует. С каким настроением мы приходим к этому? С максимально прагматичным, с четким осознанием после двух лет войны, что сопротивляться России можно, что вести эффективную оборонительную и наступательную войну можно. Уничтожать российские войска можно в большом объеме. Что Россия — это не та страна... Ну да, она страна-монстр, безусловно, с точки зрения того типа поведения, которое она демонстрирует. Но это не страна-монстр, которая однозначно имеет все шансы выиграть. Единственное, что есть еще такое определенное, знаете, послевкусие до сих пор, когда ты очевидные вещи вынужден по тысячному разу произносить. Например, если Россия имеет доминирование по линии фронта в авиации, то есть использует тактическую авиацию для того, чтобы заливать управляемыми авиационными бомбами передний край, то есть линию обороны нашей, то, конечно же, это будет создавать существенное давление, невозможность вести эффективную оборону. То есть, ну, как бы это настолько очевидно, в учебниках, мне кажется, натовских учебниках это все четко прописано, но вот приходится в 21 веке объяснять прописные истины, что если у тебя один снаряд против 15, ну, это не совсем паритетный артиллерийский огонь, да, или контрбатарейный огонь, и, соответственно, так оно работать не может. Ну, то есть, ждать результатов, скажем так, наступательных операций, когда у тебя трехкратный дефицит, ну, это тоже, как бы, выглядит несколько нелепо. Но при этом, еще раз подчеркиваю, Украина доказала, что против России можно эффективно и эффектно воевать. И, соответственно, не нужно бояться в этой войне поставить точки. Но во втором, правильной, справедливой точке, вторая составляющая, очень важная, это, наконец-то, я вижу, да, пусть медленно, но, тем не менее, перелом в общественном мнении, прежде всего, в политических элитах стран Европы, которые, наконец-то, осознают, что Российская Федерация — это классический такой волк, максимально омерзительный, в овечьей шкуре, который, там, прикрываясь бизнесом, корпоративными интересами, коррупционными интересами, на самом деле, всегда готовится к атаке на европейские ценности, на европейские рынки, на европейские территории. И, соответственно, мне нравится, что сегодня мало кто оценивает Россию как страну с партнерским потенциалом, да, с которой можно о чем-то договориться, и она будет скрупулезно этого придерживаться. Третья составляющая, ну, очевидно, это еще не обсуждается так объемно с точки зрения логистических возможностей, как это исправить, но, тем не менее, есть абсолютное понимание, что международные институты недееспособны, не существует никакого международного права по умолчанию, что за него нужно точно так же драться, потому что, если вот Россия не хочет подчиняться тем или иным правилам, компенсам и так далее, она это не делает, и, соответственно, даже демонстративно расстреливает военнопленных, да, на поле боя. Ну, то есть вот это все, как бы, говорит о том, что, да, тяжелый период, два года войны, очень тяжело в Украине, очень тяжело с точки зрения того, что не все до конца готовы ресурсно вкладываться в эту войну, но, тем не менее, тем не менее, у меня очень оптимистичное настроение, и я не вижу причин, почему бы, ну, кроме того, что нужно работать в объеме большом, да, не вижу причин, почему страны демократии не могут совместными усилиями до сжатия этой ситуации, до справедливого финала. Да, там, кстати, вот про 70%, которые согласны, что пора договариваться с Россией, там нужно было оговорить сразу, что при этом не предполагаются территориальные уступки, они имеют в виду, ну, я не очень понимаю, как бы, что имеется в виду договоры без территориальных уступок. Ну, Дмитрий Медведев, кстати, показал в сегодняшнем интервью, да, то, что договариваться с ним бесполезно, он там снова про Киев заговорил, про Одессу, возвращаясь в родную гавань, снова грозил ядерным оружием. Ну, даже если договариваться на их условиях, если мы гипотетически говорим, зафиксировать линию разграничения, которая сейчас есть, конечно, Украине это не устраивает, нас это тоже не устраивает, но даже здесь они пойдут дальше, вот из этого интервью мы можем сделать такой вывод. Ну, давайте сразу выведем Медведева за скобки, это такой максимально трусливый субъект, который, ну, вот обычно в психологии, в психиатрии, в клинической психиатрии всегда очень легко диагностировать персонажи, которые ведут себя подобно медведевскому образу, это в жизни реально трусливые персонажи, они ничего не стоят, они ничего не могут, ничего не умеют, только умеют вот так вот, сидя под большой охраной, угрожать кому-то. Ну, и кроме того, не забываем, что Медведев абсолютно не является субъектом, который располагает доступом какой-либо информации, ну, конечно же, он не может анализировать то, что происходит и по линии фронта, и то, как дальше будет финализироваться эта война. Особенно меня впечатляет, когда человек, сидящий после двух лет войны, до сих пор на тех же рубежах, что и год назад, рассказывает, как они тут все будут захватывать. Ну, мы же с вами слышали в начале войны, да, как они тут все уже разрушили, захватили, и уже готовятся выступить на Варшаву, Берлин, Париж и так далее. Поэтому давайте на это равнодушно не реагировать. Просто вы правы, в российской политической элите никаких изменений не произойдет. Это максимально агрессивная элита, малообразованная, глупая, которая вот свои комплексы внутренней неполноценности, она реализует через угрозы другим людям и так далее. Но что касается возможностей или невозможностей договариваться, а их не существует. Россия не предполагает никаких переговоров. Россия предполагает, еще раз подчеркиваю, ультимативно выполнение их требований. И вы абсолютно правы, они не остановятся ни на какой линии разделения. Более того, они скажут, смотрите, а мы себе уже вписали целые области, которые вы контролируете, вы их нам должны отдать. Ну, вы нам должны отдать Харьковскую, Одесскую область, Николаевскую и так далее. То есть это бесконечный процесс. Россия в любом случае будет продолжать экспансию. Я просто хочу, чтобы здесь был правильно поставлен акцент, очень важный акцент. Тут смотрите, если вы зашли на чужую территорию с большим объемом своих войск, при этом вы совершили гигантское количество военных преступлений, и вы не проиграли войну, то есть вы не несете за это ответственности юридической. Скажите, пожалуйста, почему вы должны изменить свою модель поведения? Почему вы должны потом не атаковать? Почему вы должны потом стать каким-то законопослушным субъектом? Куда вы денете 2-3-4-миллионную армию, которая буквально захлебывается от удовольствия, насилуя, убивая массово гражданское население другой страны? Куда вы все это денете? Почему люди думают, что вдруг вот эта орда повернула обратно, пришла к себе домой, где нет рабочих мест, где нищета, беспредел, беспросветность и так далее? И вот они, а, ну да, мы довольны. Мы вкусили философию убийства, мы вкусили вот этого агрессивной модели поведения, мы безнаказанно кромсали плоть другой страны, а сейчас мы почему-то будем вести себя абсолютно спокойно, умиротворенно и так далее. Откуда эта иллюзия? Вот смотрите, ненаказанный убийца, который манифестно совершает маниакальные действия, разрезает, расчленяет человека, все это видят, фотографируют, и потом он не отвечает за это, а у него страсть к убийству. Скажите, пожалуйста, что он будет делать дальше? Откуда эта инфантильная наивность в 21 веке, когда все можно увидеть, проанализировать и так далее? Откуда у людей в голове появляется мысль о том, что с Россией можно договориться, и она дальше никуда не пойдет? И она дальше, не ответив за военные преступления, ну вдруг скажет, нет, мы хорошо относимся к Литве, вы абсолютно отличная страна, нам очень нравитесь вы. Просто откуда эта инфантильность берется у людей? Про безнаказанного убийцу, ну тут, собственно, знаете, далеко ходить-то за примерами не нужно, можно просто на российском примере, да, я вам сейчас цепочку проведу. Убитая Политковская, наказание не понесено, убит Немцов, наказание не понесено, убит Навальный, наказание не понесено. Кстати, украинская разведка говорит, что следующий Ходорковский? Я не готов говорить, потому что мне кажется, что все... Не готов говорить конкретно, кто следующий, потому что, на мой взгляд, все активные антипутинские группы или антипутинские активисты, те, которые против войны, и которые активно свою позицию реализуют, они все находятся в зоне риска, потому что вы абсолютно правы. Но вот Путин манифестно, демонстративно убивает Навального. И опять же, выходит с такой ироничной улыбкой ко всем и спрашивает, и что вы мне сделаете? Санкции ведете? Да меня это не волнует. Что вы мне сделаете? Вы будете вводить так санкции, что ваши компании европейские продолжат эффективно работать на моем потребительском рынке. Я буду с барского плеча определять, какой налог милитарный они будут мне платить, чтобы я мог за эти деньги, за деньги этих компаний, работающих у меня здесь, в авторитарной системе, покупать оружие, у вас же комплектующие, которые будут идти в Искандеры, которыми я буду убивать Харьков. Вот и все. Вот что он делает. То есть где вы здесь видите осознание всего того, что Путин сегодня из себя представляет, и Россия представляет. И, соответственно, конечно же, мало того, нет ответственности за те преступления, которые россияне совершали на территории европейских стран. Не забываем. Ну, помним, Литвиненко, допустим. И где сегодня находятся авторы его убийства. И так далее, и тому подобное. То есть все это настолько впечатляет сегодня. И тут главный вопрос у меня возникает. Вот если международное право фикции, если никто не гарантирует, что можно жить по определенным правилам, если никто не гарантирует, что совершение большого количества преступлений будет иметь достаточный повод для изоляции от цивилизации. Какое будущее у нас будет у детей, у всех остальных и так далее? Ну, то есть, почему люди уверены, что если все это так дальше продолжать, вот если была не наказана, скажем, война против Грузии, если была не наказана война против Украины, если можно было походя выйти и сказать, ну, забрала Россия, аннексировала полуостров Крым, ну, ничего не поделаешь. Международное право все равно, все нормально, мы живем и так далее. Почему война, которая не будет наказана в Украине, которая полномасштабное вторжение, имеется в виду, да, 22-го года, почему это не должно спровоцировать еще большую войну, еще более масштабные агрессивные действия со стороны не только России? Вот скажите, Северная Корея, которая осознает, что, смотрите, какие-то резолюции, а мы производим ракеты, опять же, где есть американские, 75% американского компонента. А если все это можно, почему Северная Корея, которая вообще заточена только на военное воспроизводство, только на угрозу, почему она вдруг должна не захотеть на кого-то напасть? Вот что должно их остановить? Сдерживающий фактор – это наказание, неизбежность жестокого наказания за совершенное преступление. Если это обнуляется Россией, а это обнуляется Россией, то есть, оказывается, ты можешь прийти в Бучу, устроить там показательный, конвейерный линию смерти и, соответственно, не понести наказание и сказать, нет, мы не будем за это отвечать. Почему Буча не будет, скажем так, масштабирована на другие территории, в других странах? Почему русские не должны это делать? – Михаил, ну, получается, я правильно понял, что вы скептически относитесь к тому, что после убийства Навального какие-то последствия как внутри России, так и международная реакция наступят? – Скептически отношусь, потому что я об этом уже и у вас в эфире говорил, я считаю, что когда диктатура окончательно сбрасывает все маски, все эти псевдодекорируемые демократические украшения и четко говорит «я кровожадна», есть два инструмента свержения, потому что диктатура ведет войну на внешнем рынке. Это проигрыш России на внешнем рынке в войне, а для этого нужно, чтобы партнеры перестали играться в игру, давайте мы чуть-чуть на склад, вернее, чайную ложку оружия дадим Украине на поле боя, а кастрюлю, я не знаю, сковородку, оружие оставим у себя на складе. Это первая составляющая, другого не будет. Или вторая составляющая, кровавая революция внутренняя, в самой России, не подписи за какого-то мифического антивоенного кандидата. Это фикция просто потрясающая, оскорбительная даже для этого исторического момента. А именно кровавая революция. Но мы с вами не видим возможности, инфраструктурной возможности для кровавой революции до момента, опять же, обнуления российской армии на поле боя в Украине. То есть все упирается в вооруженные силы Украины, все упирается в Украину, и все упирается в осознание нашими партнерами, что только совместными усилиями, совместным военным производством мы можем все это изменить. Вот и все. И поэтому скептически отношусь, что будут эффективные санкции в связи с гибелью господина Навального. Скептически отношусь, что Россия сможет предложить какую-то внятную, альтернативную концепцию обновления политического процесса. И позитивно отношусь к тому, что если Украина будет действительно иметь необходимый, паритетный, математически, скрупулезно просчитанный объем военной техники и объем военных производств, или там совместных военных производств, то это приведет к обнулению линии фронта, к обвалу линии фронта, к обнулению большого числа российских мобилизованных, ну и, соответственно, спровоцирует необратимые процессы на внутреннем рынке России. А дальше уже будут возможны разные варианты. И опять же, я думаю, что очень быстро будет построена как бы так, альтернативная инфраструктура. Другой вопрос. Вернусь к тому, что вы сказали, в зону риска, в которой находятся многие российские оппозиционеры. Так, а Путин сейчас и будет это все ускорять. Почему? Потому что опять возвращаемся к главному. Если человек чувствует, что беспредельность его абсолютно никак не может быть скомпенсирована жестоким противодействием другой стороны, он будет наращивать, поднимать ставки и наращивать эскалацию. Но смотрите, санкции. Аудит санкций не проведен, легко санкции обходятся. Целые сектора, такие как, например, ядерная энергетика, с учетом даже того, что Россия демонстрирует, вы только что упомнили слова абсолютно бесполезного субъекта Медведева, но Россия нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Россия продолжает развивать существенные угрозы на Запорожской атомной электростанции. Россия использует ядерные технологии для давления на целый ряд европейских стран. Но эта отрасль абсолютно, абсолютно никак не санкционирована. Дальше. Танкерный флот. Даже не то, что теневая составляющая не убрана, то есть объемное количество танкеров, они спокойно перевозят в сырую российскую нефть. Такие белые танкеры, которые, собственно, в четкой юрисдикции, в четких контрактах с российскими нефтяными компаниями продолжают работать. Половина танкеров заблокирована, половина работает. 20 из 52 работают. Это фантастически выглядит. Дальше. Те же компании, о которых я сказал, они даже бравируют европейские компании с юрисдикцией в европейских странах, они бравируют тем, что у них в 2023 году возросла доходная часть на рынке Российской Федерации. То есть они зарабатывают больше, они улыбаются, они счастливы, они просто млеют от того, что они будут иметь 15-процентный рост доходов из-за российского рынка, который является изоляционистским. И так далее. Конечно, когда вся эта двойственность сохраняется, тогда нет ответа на ключевой вопрос, о котором президент Зеленский говорил на Мюнхенской конференции. Не надо задавать вопросы Украине, не надо проводить социологию. Нужно ответить на один вопрос. А как так получается, что после двух лет максимально жестокой, кровавой войны, которую ведет Путин в Украине, после двух лет обнуления демонстративного, хихикающего обнуления международного права, у него все еще есть большое количество ресурсов для продолжения этой войны. Как эти ресурсы оказываются в России? Кто дает ему эти ресурсы? Да, мы перейдем еще и к санкциям, и к международной тематике, но я бы еще пару моментов в связи с убийством Навального хотел с вами обсудить. Такой один уточняющий момент. С Юрием Навальным и офис президента Украины тоже не намерен сотрудничать. Я не готов сказать за весь офис президента с точки зрения, кто готов, кто не готов, какие вести консультации. Мы ведем консультации по разным направлениям. Если в этом есть польза для Украины, для ситуации внутри Украины, для ситуации с точки зрения обеспечения Украины и так далее, я просто не вижу здесь какого-то внятного, понятного направления, по которому может идти эта группа, в данном случае госпожа Навальная. Я не вижу пока никаких конструктивно предложенных вещей, кроме одного, кроме неплохого заявления о том, что необходимо не признавать легитимность Путина. Для меня это тоже очень загадочно. Мы после двух лет войны, после его пятого срока, мы продолжаем делать вид, он же на демократических выборах побеждает. В России есть конкурентная политика, свобода слова есть, есть альтернативные политические партии, альтернативные политические группы, особенно на фоне убийства основного альтернативного кандидата Навального, конечно, это выглядит нелепо. На мой взгляд, это один из правильных маршрутов, по которому, если он будет, скажем так, дожат этот маршрут, в том числе российской оппозиции, на мой взгляд, это правильный маршрут. То есть, грубо говоря, нелегитимность Путина порождает нелегитимность всех государственных институтов России. И, соответственно, например, субъект Лавров не может приезжать в Скопье, в Северную Македонию, на саммит ОБСЕ, организации, которая занимается безопасностью Европы, и промоутировать свое право на максимально жестокое убийство граждан Украины. Ну, то есть, тогда, получается, у тебя нелегитимны все институты, и, соответственно, тогда мы из повестки выбираем вопрос, надо ли приглашать куда-то Россию, должна ли она находиться в Совете Безопасности ООН, надо ли вести споры о том, могут ли спортсмены России под нейтральными флагами участвовать в то или иное спортивном мероприятии или нет, надо ли подписывать контракт с Большим Российским театром для того, чтобы он имел постановки там в Ласкале и так далее и тому подобное. Тогда много вопросов, они становятся никчемными. Почему? Потому что юридически невозможны, потому что отсутствует легитимная составляющая российской власти как таковой. Вот в этом направлении, если они будут двигаться, да, но я сомневаюсь, смотрите, я просто физически сомневаюсь, что российская оппозиция сейчас может переосмыслить та, которая находится в диссидентстве, та, которая уехала из страны, что она может переосмыслить то, как нужно вести борьбу против Путина. Мне кажется, они обратно увлекутся, а давайте на шариках напишем «нет Путину», главное написать на правильном цвете, надо продискутировать, какой цвет должен быть у шарика, и выпустим их в 12 часов дня на площадях, выпустим их в воздух, да, но чтобы они полетели, на них будет написано на расстоянии полутора километров от земли будет очень хорошо видно, что на них написано «нет Путина», и это, конечно же, приведет к обрушению путинского режима. Это сарказм, кстати, а то могут не все понять. Да, я понял, но пока предлагают на бюллетенях писать Навальный в день голосования, но это из той же серии, насколько я понимаю. Ну, зато, зато, знаете, я прямо вот прочитал, можно сказать, сценарий остросюжетного фильма от русского добровольческого корпуса, который поделился информацией на этой неделе о том, что они готовили операцию декабрь, операцию по силовому освобождению Алексея Навального на территории России в момент его этапирования с Владимирской области в Ямало-Ненецкую. Там по этому сценарию, соответственно, руководители группы партизан внутри России должны были напасть на конвой, отбить Навального, вот этот небольшой люфт времени привести его в приграничную с Украиной территорию. Там его должны были встретить РДК и вывести в Украину. И в подтверждение, соответственно, ряд документов РДК выложили о том, что у них были данные, в том числе, прослушка разговоров Навального с окамерниками. Первый вопрос простой. Подтверждаете? Это было как-то с Украиной, с украинскими силовыми ведомствами эта операция прорабатывалась? Я не могу подтверждать или не подтверждать. Это граждане Российской Федерации, да, они находятся в том числе на территории Украины. Они имеют право делать все, что считают нужным на территории своей страны без согласования с нами, безусловно. Тут вопрос другой. Я не совсем понимаю, зачем об этом говорить, потому что факта как такового нет. В данном случае мы имеем смерть Навального, то есть реализация сценария отсутствует. И, честно говоря, рассказать по факту о несостоявшемся сценарных возможностях, для меня это выглядит очень странно. То есть если было реализовано, это одна история, а если это не реализовано, вы по факту потом рассказываете, мы хотели что-то сделать, ну, еще раз подчеркиваю, у нас есть поле боя сегодня, можно реализовать любую задачу. И мне кажется, кстати, и Легион Свобода России, и РДК продемонстрировали, что они достаточно эффективно могут на поле боя реализовать или иные фундаментальные задачи. Вот мне кажется, это важно и обсуждать в том числе. Но опять же, граждане Российской Федерации имеют право планировать и проводить любые операции на территории Российской Федерации. Ну, это их абсолютно законное право. И если бы такую операцию не привели, я бы ее только приветствовал. Но еще раз подчеркиваю, не готов обсуждать несостоявшиеся операции. Ну, это их, конечно, право, но тут же вопрос в том, что я все-таки, извините, настою на своем вопросе. Вопрос же в том, что по сценарию предполагалось, что он будет вывезен в Украину. А то значит, Украина должна была дать ему какой-то статус в случае реализации этого сценария. По факту, если бы такой факт был, мы бы с вами могли это обсудить, потому что было бы необходимо принимать какие-то решения. А гипотетические решения, ну, бессмысленно обсуждать, я еще раз подчеркиваю, это выглядело бы несколько нелепо, в том числе с моей стороны, потому что это было бы, ну, странно, да, официально обсуждать несуществующие факты. Да, здесь в чате возвращают нас к теме российской оппозиции и спрашивают у вас, не надоело ли вам ходить к так называемой российской оппозиции? Ну, я так понимаю, что имеется в виду в стримы, в ютуб-стримы к российским журналистам и российским оппозиционерам. Моя задача, знаете, я, честно говоря, категории надоело мне или не надоело, тем более, что я всегда публично свою позицию очень жестко высказываю, она радикально антироссийская, на мой взгляд, в этом сомнения ни у кого нету. Она системно, продуманно, антироссийская, почему? Потому что в сирийской российской, существование России в нынешнем виде или существование, скажем так, эскалационного концепта русского мира, я прекрасно понимаю, и поэтому моя задача, в том числе, на разных площадках разъяснять вредоносность, безусловную, вредоносность того, что мы сегодня имеем в виду под словом русский мир или Российская Федерация. Это важно, использовать любые площадки, в том числе, те площадки, которые так или иначе опосредованно влияют на любую российскую альтернативу. Мы же говорим об оппозиции, мы же говорим о диссидентском движении, важно с этими средами тоже работать, объясняя им неправильность, я не готов давать им советы, безусловно, но объясняя, что это несколько нелепо выглядит, ожидать падения путинского режима без прикладывания туда каких-то усилий, что вот он сам по себе или через демократические процедуры в отсутствии демократии или конкурентной политики, вот он вдруг ни с того ни с сего склопнется. Моя задача объяснить, что сегодня надежды российской оппозиции нужно увязывать исключительно с усилиями вооруженных сил Украины. Вот будет эффективное действие, для этого нужно, чтобы российская оппозиция активно промоутировала среди тех же европейских стран необходимость максимально насыщенной поддержки вооруженных сил Украины. Вот объяснять такие, я прошу прощения, прописные истины нужно на разных площадках. Знаете, я же в коммуникационной сфере работаю, то есть можно, конечно, пойти по пути обиды на весь мир, замкнуться и ни с кем не разговаривать, считая, что по умолчанию всё и так понятно. Но, к сожалению, современный информационный мир по умолчанию не понятен. Видите, мы уже какой раз повторяем вещи, которые настолько очевидны, что, казалось бы, ну зачем? Но, тем не менее, раз за разом приходится повторять, с Путиным договориться нельзя, никакие переговоры России не предлагают. Российская Федерация продолжит экспансию, она не распустит свою армию, а армию нужно будет кормить человеческими жизнями на других территориях. Казалось бы, это всё настолько очевидно, но, тем не менее, мы с вами и сегодня это проговариваем, особенно на фоне усталости от войны. Поэтому любые площадки я использовал и буду использовать. Насколько они негативны? Да, многие являются токсичными, к сожалению. Возможно, придётся пересматривать, с кем разговаривать и как, но, тем не менее, работа с разными средами, я имею в виду и с средами наших партнёров, со странами европейскими, и работать с российской оппозицией необходимо, и с белорусской оппозицией необходимо. Нам необходима главная консолидация усилий, направленных на, во-первых, в помощь вооружённым силам Украины, любую помощь, а это можно обеспечить за счёт совместного давления. Второе, давление на российский агрессивный режим, информационное давление, противодействие его информационным программам и так далее. Да, и на этом закрываем большой блок, посвящённый России, и давайте снова в международную сферу вернёмся. Вы сами упомянули про Мюнхенскую конференцию безопасности. Давайте подведём итоги, вот в каком ключе. Вчера здесь в студии у нас была спикер нашего Сейма, литовского Виктория Чмелит-Нильсона, она высказала такую мысль, что, в принципе, точнее, я её, наверное, подвёл где-то к этой мысли, что Европа сейчас должна вообще-то встать уже, может быть, даже вчера должна была встать на военные рельсы, что фактически означает вступить в холодную войну. Вам по итогам Мюнхенской конференции показалось ли, что Европа готова на эти военные рельсы в долгую стать? Это не про холодную войну, я сразу поправлю вас. Мы не говорим о холодной войне, у нас есть горячая фаза войны, которая, если она не будет справедливо завершена, перерастёт в холодно-горячую. То есть частично будут холодные аспекты, частично будут, опять же, экспедиционные атаки России на разные территории. Нужно это понимать. И потому что Россия в том виде, в котором она сегодня намного более примитивна, чем поздний Советский Союз. И, соответственно, и Советский Союз всё-таки понимал, ассоциативно понимал те риски, которые эскалация, прямое, непосредственное боестолкновение, каким могут риском привести Россия, абсолютно сегодня безбашенная. Я ещё раз повторяю, так как интеллектуальный потенциал России, ну это просто очень ничтожен, да, то есть у них нет осмысления того, что сейчас происходит, нет анализа того, что происходит. Они живут внутри пропаганды, причём я уже об этом говорил ещё года полтора, наверное, назад. Внутри пропаганды живёт, собственно, политическая элита. Ну то есть она сама влюблена в собственную пропаганду. И теперь возвращаемся к Европе с точки зрения военной религии или нет. Европа неоднородна, Европа разная и, на мой взгляд, есть удивительно правильная позиция стран Северной Европы. Я даже более бы сказал, например, и сослался на слова госпожи Федериксон, это премьер-министр Дании, она очень чётко заявила, на мой взгляд, единственную правильную позицию на сегодняшний день. Она звучит в следующем моменте. Мы передали всю артиллерию Украине. И мы считаем, что на европейских странах, на складах есть достаточно оружия. Вот это всё оружие надо со складов достать и передать на поле боя в Украину. И, соответственно, тут же следующий вывод её, это что нужно тогда будет запустить нам на другом уровне запустить военное производство. Да, это решение. Европа, к сожалению, в своё время допустила, на мой взгляд, фундаментальную ошибку. ну, по понятным причинам, Россия активно работала, Россия создавала иллюзию такой страны очень безопасностной, что она заинтересована скорее в бизнесе, скорее в коррупции и коррумпировала в том числе европейские политические элиты, обнимала их, предлагая им места, вы помните, да, десятки представителей европейских политических групп, политических партий, бывшие премьеры, становились членами НАП-советов многих сырьевых российских компаний. И, соответственно, у Европы сложилось такое искривленное представление о будущем. И показалось Европе, что в будущем войны большой не будет, в будущем не надо будет иметь потребность в военных производствах, в армиях, это все можно перестать финансировать, деньги лучше тратить на какие-то гуманитарные программы, климатические программы, гендерные программы, ну, в принципе, все, что является прогрессивным, но, тем не менее, на военные программы тратить деньги не нужно. Вот это была фатальная ошибка. Сейчас, на мой взгляд, есть понимание того, первое, что нужно реанимировать военные производства, нужно их масштабировать, нужно резко наращивать вложения в военные производства, инвестиции, нужно наращивать вложения в собственные армии, никто Европу защищать не будет, да, если возникнет такая вот же масштабная война. И это хорошее, это признак выздоровления, на мой взгляд. Еще раз подчеркиваю, неоднородная Европа, некоторые страны уже все это осознали и активно в этом участвуют. Я имею в виду Северная Европа, это, например, страны Балтии, это, например, ваши соседи Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция и так далее. Чуть ниже берем там Нидерланды, тоже это понимают, хотя у них тоже сейчас начинается вот эта внутренняя политическая ожесточенная борьба, где Вилдерс играет определенную роль, да, ну, человек, который на полном серьезе считает, смотрите, если мы отвернемся от России, да, то на самом деле вопрос никаких нет. Ну, действительно, Россия подумала, вот они отвернулись, мы их атаковать не будем, отвернитесь все, мы вас не будем атаковать. Но это такое, очень, опять же, наивное представление об истинной природе русского режима, я не знаю, как это ломать, кроме одного формата, кроме постоянного повтора очевидных вещей, логически их аргументировать. Вот, есть страны Европы, которые, ну, которые меньше понимают то, что сейчас происходит, какая перестройка идет на европейском континенте в том числе, с ними надо работать, интенсивно работать, объясняя. Есть страны, например, Южная Европа, которые прекрасно понимают, например, даже Румыния прекрасно понимает, Болгария прекрасно понимает, готовы ли они активно участвовать, кто-то готов активно участвовать, кто-то менее готов участвовать. Вопрос в том, что независимо от вашего понимания или желания, перестроиться все равно придется, и увеличить финансирование военных программ все равно придется. Есть один нюанс. Нюанс этот называется так. Можно сегодня перестраиваться, и это будет стоить не так много денег. Можно не перестраиваться, можно не дофинансировать военные программы в пользу Украины, можно от всего этого отказаться. Только завтра это будет стоить в десятки, а то и в сотни раз больше, при этом не будет гарантии, что вы успеете, и при этом не будет гарантии, что не придется воевать с собственными уже гражданами на собственной же территории. — Ну, здесь сразу начали вспоминать, когда мы начали говорить с вами про перестройку Европы, сразу начали вспоминать в чате Польшу, блокаду границы украинской. Владимир Зеленский предложил встречу на границе Дональду Туску и Анджей Дуде. Анджей Дуда вроде сегодня ответил, что это здравое решение, не против того, чтобы встретиться. — Стоит ли нам ожидать до блокады украинско-польской границы в ходе этой встречи? Вообще, насколько вообще обоснованы претензии фермеров? Давайте вот разберемся в этой истории. Что не нравится, как идет это украинское зерно, куда оно идет через польскую границу? — А здесь нечего разбираться. Отраслевой министр в поисках правительства четко заявил, что это зерно идет транзитивным. Но там небольшой процент вообще, если брать общий экспорт зерна Украины, у нас основная часть, там подавляющее большинство, более 95% зерна идет через альтернативный зерновой коридор по акватории Черного моря. Сухопутный транзит, там не только зерна касается, но и других видов сельскохозяйственной продукции. И, соответственно, зерно как раз таки транзитивно идет. Давайте мы тут как раз правильные акценты поставим. Во-первых, смотрите, с европейских рынков уходит российское зерно. Его там почти нет. Минимальные какие-то мизерные проценты оставшегося зерна российского. Его уж надо будет чем-то заместить. Украинское зерно как раз таки в ряде стран вполне может его заместить. Опять же, это небольшие объемы, если мы говорим про реализацию зерна на рынках европейских стран. Второе. Очень важно понять. У нас же и нет конфликта такого выраженного, то есть конфликта между нами, Киев и Варшава. Нет. Вот эти все протесты, они ведь идут не только на границе Польши-Украины, они идут по всей Польше, в том числе и граница Польши-Чехия. Ну, условная, понятно, граница. И так далее. Они идут в Германии протесты, во Франции масштабные, просто дикие протесты. И так далее. Это ведь война не конкретных национальных правительств между собой или протекционистских групп в правительствах между собой. Нет. Это попытка национальных общин, ну, имеется в виду в данном случае фермерской, давить на Европейскую комиссию, которая должна отказаться от тех изменений в правилах регулирования сельскохозяйственного, общего сельскохозяйственного рынка, на который она идет, связанного с, так называемым, зеленым переходом. Это другие объемы дотации, это другие регламентации, это другое акватирование и так далее. Вот они хотят, чтобы... Это другая стоимость топлива, ну, и так далее и тому подобное. Акцизы, субсидии, ну, все, что в этом рынке есть, вот все это пересматривает Европейская комиссия. И поэтому это конфликт, например, Варшавы и Брюсселя. Ну, или не конфликт, а дискуссия Варшавы и Брюсселя. Как и любой другой столицы. Но точно не Киева и Варшавы. И поэтому президент Украины абсолютно конкретно говорит, смотрите, мы понимаем, почему вы это делаете. Вы используете крайне острую ситуацию, в которой приковано информационное внимание, война в Украине. И вы выходите на границу с Украиной, понимая, я имею в виду фермеры польские, понимая, что на это обратят больше внимания. То есть вы пользуетесь нашим тяжелейшим положением, война же никуда не делась, и пытаетесь на этом решить свои проблемы. Вы имеете право их решать. Президент Украины об этом говорит. Вы имеете право, пожалуйста, но только не за счет истекающей кровью Украины. Это же очевидно. И поэтому президент предлагает, смотрите, мы понимаем природу этого конфликта вашего. Мы понимаем, что здесь частично упоминается Украина. Для нас важно следующее. Давайте создадим эффективный инструмент для решения подобной проблемы. Это трехсторонняя группа, где есть представители правительства Польши, Украины и Еврокомиссии. Обсудим все, что накопилось. Второе. Давайте разблокируем границы, потому что для нас крайне важны военные поставки, гуманитарные поставки. Ну, все, что нам необходимо в рамках базового логистического коридора, который идет как раз-таки через Польшу, через польско-украинские переходы. Ну и, наконец, третье. Так а давайте взвесим объем сельскохозяйственной продукции, которую Украина провозит, в том числе через территорию Польши. Это совершенно пока объемы, не влияющие на рынок. И тут я перехожу к другому. С учетом того, что после войны с Россией Украина абсолютно точно будет в составе Европейского Союза. Сейчас начат переговорный процесс о вступлении. Он ведь что предполагает? Он ведь предполагает, что на общем европейском рынке появится конкурент Украина с точки зрения той или иной продукции. И, соответственно, конечно же, старые производители, ну то есть старые игроки рынка, они хотят заблокировать возможность появления нового игрока, который может вести себя достаточно жестко на конкурентном рынке. Это же очевидно, правильно? То есть протекционизм никуда не делся. Кстати, напомню, что когда Польша присоединялась к Европейскому Союзу, точно такие же конфликты были, но на уровне польских фермеров, с одной стороны, с другой стороны немецкие, французские, перевозчики, фермеры и так далее и тому подобное. Это вечный процесс попытки защитить себя от конкурентной борьбы. Я не вижу проблемы вот в этих дискуссиях вокруг правил, квот, объемов, изменений, конкуренции и так далее. Единственное, на чем настаивает президент Украины, давайте разблокируем границу, чтобы там имела возможность работать. Вот это абсолютно для нас важная, безусловно важная транспортно-логистическая программа. Президент Украины еще на 25 февраля анонсировал военно-политическую конференцию, где в анонсе сказано, что будет честный разговор о будущем. Давайте попробуем с вами в две минуты уложиться, у нас время просто на исходе. Какое будущее вам видится? Исторически предопределенное. В этом будущем Россия однозначно проиграет. Вне сомнения. И это будет в максимально быстрые сроки. Нет десятилетий у европейской цивилизации, я в целом говорю про нас с вами, нет такого временного запаса, чтобы терпеть абсолютно вышедшую за рамки всех современных цивилизованных норм общения Российской Федерации. Иначе она просто все это разрушит и, соответственно, вариантов восстановления не будет. Поэтому, на мой взгляд, будущее будет выглядеть следующим образом. Окончательное осознание неизбежности поражения России, окончательное осознание неизбежности угроз, которые несет Россия, соответственно, резкое наращивание военных производств и закупок военной техники. Все это в Украине, независимо от того, какой инструмент, как он будет работать и так далее. Ну и, соответственно, военное поражение России, обусловленное качественной операционной модерацией того, что происходит по линии фронта со стороны Украины.